Я как-то в онлайн-интервью написала вопрос господину Парцу, задала ему вопрос, обосновывая тем, что родители и соседи не выбирают. Мы находимся здесь. И умный политик использует для блага своего народа все возможности, которые у него есть. Скажите, какую возможность использует правительство от тех соседей, которые находятся рядом с Итаверома? Господин Парц мне ответил, что Россия с нами не хочет сотрудничать, а мы очень хотим. Так вот, мне интересно знать, а что же правительство делает для этого, чтобы железнодорожный транзит у нас работал такой, как он был? Я не говорю о том, что только оно. Экономика состоит из многих факторов. Я могу отвечать на то, что, конечно, та инфраструктура, которая у нас сейчас есть, конечно, она старая. И от этого тоже зависит количество транзита, между прочим. Вам, наверное, хорошо известно, что существует еще один очень большой европейский проект – это «Рейль Пальтика». и пока, к сожалению, из-за экономической кризис правительства не смогла сейчас развивать этот проект, как мы желали бы несколько лет назад. Как раз в прошлой неделе мы обжустали с нашим комиссаром Сим Калласом в Страсбурге вопрос саново и со стороны, то есть наше следующее правительство после выборов сразу начинать с этим проектом саново. И этот проект, конечно, понятно, что это не только будет новая дорога из Таллина до Варшавы, но это дает возможность строить новые возможности Таллинн-Петербург или Таллинн-Москва, и в том числе тоже самое Рика-Москва. Если сейчас смотреть, что наши министерства, наши эстонские министерства экономики и министерства транспорта Латвии, сейчас они оба имеют очень важный приоритет, чтобы или хоть реновировать, или строить новые железные дороги между и Эстонией, и Латвией, и Россией. И особенно Латыши сейчас, они как будто в последнем месяце имеют хорошие экономические отношения с Россией, и к Латышам сейчас мне кажется, мне кажется сейчас, что этот проект у них очень на таком приоритетном уровне. И я сама недавно, это была осенью, тоже в Брюсселе, я встретилась с вице-канцлером нашего министерства экономики и транспорта и телекоммуникации, и мы обсуждали как раз этот вопрос развития транзита через развитие железной дороги, потому что если у нас будет лучшее соединение, тогда это дает объективную возможность больше заниматься транзитом. А что делает наше правительство? Я понимаю, Сим Карлас делает это его прямая задача в Европарламенте, а что наше правительство для этого делает? Да, ну Сим Карлас, во-первых, не занимается транзитом, он занимается с вопросами транспорта во всей Евросоюзе. То есть, о чем идет разговор сейчас две вещи. Один транзит и другой развитие транспортных коридоров, и дороги, и железные дороги, и, конечно, авиация тоже. И то, что касается эстонских правительств, как я сказала, да, рель-бальтика всегда был очень важным вопросом, но в течение последних 2-3 года, когда у нас все-таки экономический рост упал, и мы прошли этот кризис, это было ясно, что мы не смогли планировать, правительство, то есть не смогло планировать в господчете те суммы, чтобы идти дальше с подготовки развития рель-бальтики. Сейчас, когда мы уже видим, что экономика Эстонии станет расти, да, чуть-чуть, очень мало, но каждый месяц, последние полгода уже мы видим рост, мы видим рост экспорта. И это дает такой оптимизм, что будет и возможность в ближайшее время начинать с этим проектом заново. И тем более у нас ставление идет со стороны Евросоюза, потому что Европейский Союз, то есть Европейская комиссия, там же, где Симхалас у нас работает, они должны делать тут окончательное решение уже в этом летом, чтобы планировать эти стройки в течение следующего печатного периода, то есть с 2013 до 2020 года. Спасибо. Вы очень хороший политик. Вы очень умно умеете говорить вокруг да около, когда задается вопрос конкретный. Можно я пару слов скажу? Кристина постоянно употребляет выражение, я из Ида Веру, я местная, уместно обсудить с ней наши общие проблемы, да, вот туристам действительно, ну вот нарва, вот не на что вроде как посмотреть. Значит, 14 февраля мы получили отказ по проекту, которым предполагалось восстановление бастиона Виктория. Это то место в Нарве, которое до войны считалось главной туристической достопримечательностью. Не ратуша, не крепость, а бастион Виктория, потому что эти казематы, они совершенно уникальны. Так вот, по утверждению нашей архитектуры, все эти бастионы в ближайшие 10-20 лет просто превратятся в такие горочки. От них вообще ничего не останется. Мы много лет делали мощнейший проект, не просто эскизный, не просто рисуночки, там строительный проект, там все это уже заложено. И мы дали софинансирование от города гарантию, и мы участвовали в государственном конкурсе. А дальше получилась очень интересная история. Значит, когда мы подали проект в конкурс на европейские деньги, оказалось, что в соответствии с требованиями, очень строгими требованиями, наш проект попадает на реализацию. То есть, проектов как раз столько, что хочешь не хочешь, а финансировать, если технические условия выполнены, надо все проекты. Знаете, что дальше произошло? Комиссия собралась, решила не принимать решения и расширила рамки проекта, опустила критерии. И быстро-быстро, бегом принесли совершенно сырые проекты. Я отвечаю за свои слова. Я готов их подтвердить вот с этими схемами, с проектами на руках. Принесли вот проект Кивили, строительство на этих сланцевых отвалах, какой-то там непонятный дороги, вид спорта. Там на картах будут приезжать американцы ездить по этим сланцевым горам радиоактивным. Совершенно сырой проект Нарва-Есу. Там нет строительного проекта, там просто картинка, просто видение вот этого. И они получили деньги. Все сделано было для того, чтобы Нарва на бастион Виктория деньги не получила. Когда год назад решался вопрос о восстановлении, вы же знаете, в замке Германа есть внутренний восточный дворик, который может стать гениальным украшением этого места на свои деньги, мы никогда этого не сделаем. Нам детские сады надо ремонтировать, софинансировать, другое дело. Мы сделали проект вместе со строительным. Капитальнейший, мощный проект. А знаете, кто получил деньги? Таллиннская телевизионная башня. Хотя, казалось бы, это памятник советского строя. И какую историческую ценность, извините, она из себя представляет? Сделать там смотровую площадку с рестораном? Это вместо того, чтобы восстанавливать свое историческое, можно сказать, наследие? А что у нас происходит в центре города? Больше 90% горожан категорически были против строительства этого жуткого уродства, которое называется проект «Дождь». И приезжал к нам, и я разговаривал с АВИКСа, когда он был ректором. И он дал команду тогда, и они подписали обязательство, что будущее здание Нарвского колледжа Тартусского университета будет соответствовать бирже. Они обманули всех. От и до. И сейчас там строится, говорят, там уже нашлась фирма, увеличили финансирование. Когда понадобились деньги под это уродство в центре Нарвы, в парламенте, прямо в Майандуском комиссии, в экономической комиссии приняли решение, без всяких там бюрократических проволочек, там через земельный департамент, министерство и так далее. Комиссия решила, отдали землю, стройте, что хотите. Кстати, Кристина, почему к нам такое отношение? Почему любой проект, который здесь осуществляется, который действительно имеет значение, наталкивается на такое сопротивление? То есть часть проектов, конечно, проходит. И среди них есть и довольно значительные, да. Но те, которые существенно именно для истории Эстонии, для того, чтобы, ну, воссоздать здесь на границе ту Нарву, которая была. Ведь мы же все этого хотим. Мы же грезим тем, чтобы воссоздать. Почему все делается против этого? Почему Бастион Виктория? Почему крепость? А, забыл. После этого еще одна новость. С прошлой пятницы. Наша Александровская церковь не получила софинансирование. Вот такой вот проект. Вот такой строительный проект. Все чертежи, все схемы. Разработка шла два года. Мы денег на него потратили немеренно. Денег не получили. Получили такие проекты, как городок игрушечный, ее имени, из этого фонда деньги получил. А Александровская церковь, которая является оплотом, так сказать, государственности. У нас там был президент Мери. У нас там был президент Рютер. У нас там был президент Ильвес. И они все говорили о том, как важно восстановить этот объект. Мы же нормально подготовили проект колокольни. Все сделали, построили. Никаких претензий нет. Надо довершать это строительство. Сколько можно терпеть этот пустырь? Мы все сделали. Опять потрачены городские деньги. И опять не дают софинансирование. И вот так вот я даже Кренгольм не трогаю. Я даже не прикасаюсь к этой теме по отношению к государству, по отношению к Кренгольму. Но вот это на каждом шагу. Это везде. Вот можно как-нибудь вот это вот я сама из Эдовирума как-то обеществить, как-то подтвердить тем, что вы реально сделали для Эдовирума.